Здравствуйте! В эфире программа «Время новостей», как обычно в этом выпуске, только самые интересные и важные темы дня. Мы понимаем, что нам сегодня нужна межпоселковая сеть газовая, 10,5 миллиардов рублей. Уже такое поручение дано и президентам, и представляем правительства. Голубое топливо всему полуострову. Руководство республики планирует полностью газифицировать Крым в течение двух лет. Это чудо игры. Я очень довольна, что мне квартиры дали. Потому что я действительно ранен, контужен был, любил, отлично учился. Довольны и с квартирой. Ветераны Великой Отечественной войны обживаются в новостройке государства. Научиться сначала нужно управлять кайтом, потом делать правильный мат, создавать атаку. А уже потом координировать кайт и доску, чтобы это все было в одном, в лаконе, чтобы это все не разъезжалось в разные стороны. Лови волну под крымским небом. Кайт-серферы со всей России съехались на полуостров, чтобы показать свое мастерство. Глава французской делегации Тьерри Мариани не видит оснований сохранять санкции в отношении России. Об этом он сообщил после встречи с первыми лицами республики. Европейских парламентариев лично встречали полпред президента России Олег Беловинцев, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и глава республики Сергей Аксенов. После такого теплого приема французские делегаты задумались даже о возможном дальнейшем сотрудничестве. «Мы бы хотели знать, каким образом французские компании могут работать на территории республики и вместе сотрудничать. Потому что, как я уже говорил, нет никакой логики в том, что мы снимаем блок санкций с Кубы, при этом оставляя санкции в отношении России». Но главная цель зарубежных гостей – узнать из первых уст, как жителям полуострова живется в российском Крыму и был ли их выбор 16 марта 2014 года доброй волей. Они планируют пообщаться с представителями крымско-татарского народа, так как на территории Украины продолжают спекулировать на национальной теме. В планах делегации – посещение Ялты и Севастополя. Подробности визита иностранной делегации в Крым смотрите в наших следующих выпусках. Жители села Веселое долгие годы ждали, когда их населенный пункт газифицируют. И 23 июля стало для них без преувеличения праздничным днем. В рамках рабочей поездки в судах Сергей Аксенов лично зажег горелку. В планах правительства за два года полностью обеспечить крымские населенные пункты голубым топливом. Подробности у Анастасии Соленек. Жители села Веселое на протяжении многих лет были вынуждены пользоваться газовыми баллонами. Это дорого, плюс не всегда безопасно. Теперь у людей праздник. Наконец появилось централизованное газоснабжение. Николай Кондратьевич уже привык пользоваться газом из баллонов. Признает, это не очень удобно. Но другого выхода не было. Жаловаться пенсионер не привык, поскольку всю жизнь проработал в колхозе. Когда-то для его семьи даже баллоны были новшеством. Сначала кирогазы. Насколько я помню, еще мать, отец пользовались кирогазом. Потом уже пошел баллонный газ. В баллоновом газе надо было прокладочку поменять. Время проходит. Значит поменял, будет все нормально. Если ты ее не меняешь полгода, может быть утечка газа. Особенно тяжело приходилось зимой. Отапливать дом нужно было углем и дровами. Ведрами большими виноградными носить уголь и дрова – это нелегкий труд. И причем попробовать распалить плиту – это тоже не так-то уж и легко. Теперь обо всем этом можно забыть. Дом семьи Тирола стал первым, где появилось централизованное газоснабжение. Глава республики лично проверил качество выполненных работ. И хорошо, удобно. Поджигаем газ, поворачиваем, нажимаем на кнопочку – газ горит. На газификацию Веселого из республиканского бюджета было выделено 170 миллионов рублей. И это только первая ласточка. Следующая на очереди – село Морское. Мы понимаем, что нам сегодня нужна межпоселковая сеть газовая. 10,5 миллиардов рублей. Уже такое поручение дано и президентам, и представителям правительства. Поэтому работаем над тем, чтобы в этом году сделать проекты, проект на сменную документацию, все оформить, а на следующий год уже приступить к работам. Поэтому процесс идет. Думаем, что за пару лет мы полностью все эти работы закончим. Жители села благодарили главу республики как могли. Пожаловались только, что редко видят его в эфире. Крымские каналы есть не у всех. Сергей Аксенов пообещал, и эту проблему без внимания не оставят. Анастасия Селенник, Игорь Романенко. Время новостей. Судак. В рамках рабочей поездки в Судак Сергей Аксенов также посетил детский сад, который реконструировали за счет средств из бюджета республики. В учреждении был сделан капитальный ремонт и новая площадка. Открыты три дополнительные группы. Сейчас сюда ходят 115 детей. Это ребята не только из села Весело, но и из соседних населенных пунктов. Очередная рыночная война перекинулась с улицы Козлова на венгерский рынок. Торговцы кардинально не согласны с политикой нового арендодателя, за что уже поплатились. На рабочие места их не пустила охрана. Люди отказываются подписывать новые договоры аренды и просят помощи властей. В эпицентре нового рыночного скандала оказался Эдуард Здоров. Венгерский рынок в Симферополе уже второй год находится в подвешенном состоянии. За пару лет здесь сменилось несколько арендодателей. И у каждого свои условия. Не всегда законные. Пришли вооруженные люди сюда во главе с Давидом Овсипяном. Абсолютно не представляясь ничего. Сказали, что я уже могу идти домой. А они тут сами разберутся. Всё это время, в течение почти полтора года, они не давали людям ни одного договора. Тем не менее, для самих торговцев это не было проблемой. Они, как ни в чём не бывало, работали без каких-либо разрешительных документов. А после того, как рынок национализировали, сюда определили и управляющую компанию. Провели тендер, который выиграл индивидуальный предприниматель по фамилии Колесников. Людям предложили заключить договоры аренды. Они и стали камнем преткновения. Условия, которые предоставлены нам в этом договоре, они совершенно неприемлемы вообще для работы. То есть, помимо того, что в этом договоре написана явная ложь, в плане того, что помещения, в которых мы занимаемся торговлей, соответствуют законодательству с точки зрения пожарной безопасности. Есть ещё несколько пунктов документа, которые составлены не в пользу предпринимателей. Арендодатель вправе осуществлять изменение размера арендных платежей в одностороннем порядке. Арендодатель вправе запрашивать сведения об открытых расчётных и иных счетах, адресах, номерах телефонов и других реквизитах. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. Но у представителей руководства рынка своя правда. Тендер выигран по всем нормам закона. А договор – обычная страховка от возможных махинаций со стороны торговцев. Не нравится – не подписывай. Хотят просто здесь присутствовать, зарабатывать деньги, а мы, индивидуальные предприниматели колесник, при этом должны платить бюджет. Поэтому мы выставили ЧОП, закрыли ворота. И тут сейчас видим два пути решения данной проблемы. Первое – это все желающие, значит, они забирают свои вещи в порядке очереди, то есть с присутствием ЧОПа, с составлением двух сторон в акте. Второй вариант – кто захочет заключать договоры. Эти условия для торговцев неприемлемы. Люди грозятся, если ситуация не решится, пикетами не ограничатся. И полностью перекроют движение на улице Кички-Мецкой. Эдуард Здоров, Александр Смычек. Время новостей. Счастливые и с квартирой. В этом году 170 ветеранов Великой Отечественной в Крыму обзаведутся собственными квадратными метрами. 37 из них совсем скоро смогут справить новоселье. Дом в Симферополе, который в рамках государственной программы обеспечения жильем ветеранов войны, сдали 9 мая, прошел все регистрационные процедуры. Когда его будут обживать освободители, узнавал Артем Артеменко. Валентина Чекунова – вдова инвалида Великой Отечественной войны. Она вместе с мужем долгие 12 лет ждала, когда же наконец сможет обзавестись своими квадратными метрами. Мечта сбылась только сейчас. Свои ключи от квартиры Валентина Ивановна получила в этой красивой многоэтажке. Здесь женщина чувствует себя дома и уже распланировала, что и куда расставит. Все, что необходимо человеку, в этом районе находится под рукой. Ходить далеко не надо. Женщина признается, что на новой площади даже дышится легче. Здесь и рынок недалеко, здесь инфраструктура развита, здесь и маршрутки, и троллейбус. Здесь хороший район обжитой. Очень хороший и в черте города и воздух лучше, чем в самом городе. Кудус Янусов тоже один из 37 счастливчиков. Ему 85. Пережил не только войну, но и депортацию. Когда вернулся в Крым из Узбекистана, встал в очередь на получение квартиры. Однако право стать полноправным владельцем своего жилья пришлось ждать почти 20 лет. Это чудо, я говорю. Я очень доволен, что мне квартиры дали. Потому что я действительно ранен, контужен был, любил, отлично учился. Каждый ветеран уже получил свидетельство о праве собственности. Поэтому переезд планируется со дня на день. Еще 133 крымских освободителя нуждаются в улучшении жилищных условий. Деньги в бюджете республики на это есть. И до конца года ветеранов собираются обеспечить жильем. Мы получили средства уже в этом году. И в целом, с учетом первого транша, уже 173 миллиона средств у нас на счету. Значительно расширилась наша цифра. То есть порядка 167 человек ветеранов таким образом могут быть обеспечены жильем. Кроме ветеранов, в собственном жилье в Крыму крайне нуждается около 5000 молодых семей. Чтобы погасить такую очередь, нужно время. Профильное министерство планирует решить этот квартирный вопрос за 4 года. Для этого в казну поступило около 60 миллионов рублей. Чтобы удерживать темп и сроки в реализации намеченных планов, надо порядка 800 миллионов рублей. Эту помощь надеются получить из федеральной казны. Артем Артеменко, Андрей Трещук. Время новостей. Интриги под коверной игры в коридорах власти Бахчисарая, скорее всего, закончились. В городском совете уже во второй раз. Меньше, чем за год сменился председатель. Предыдущий Сергей Маргинских написал заявление об отставке по собственному желанию. Кто вместо него занял этот пост и что послужило причиной нового назначения, разбирался Александр Губарев. Еще до начала сессии в городском совете Бахчисарая стало жарко. Депутаты что-то оживленно обсуждали. На одном из столов уже стояла избирательная урна. Но все стало на свои места с первого же вопроса повестки. Депутаты рассмотрели заявление об отставке по собственному желанию главы законодательной власти города Сергея Маринских. Я принял самостоятельное решение, что мне действительно надо уйти с данного поста для того, чтобы следующий руководитель, возможно, наладил более лучший контакт с нашей администрацией. Тут Маринских не соврал. Отношения между местной администрацией и советом действительно в последнее время были натянутыми. Но все конфликты не выносились за пределы чиновничьих кабинетов до 7 июля этого года. Тогда Сергей Маринских был в отпуске, а его заместитель Андрей Поздняков решил взять ситуацию в свои руки и уволил главу администрации города Владимира Верховода. Причем не смутило заместителя главы законодательной власти Бахчисарая даже то, что у него нет полномочий для принятия таких решений. Новость сразу разлетелась по всему Крыму и за его пределы. А республиканские власти поспешили указать Андрею Позднякову его место. По моей информации, законные власти Бахчисарая уже подготовили соответствующее обращение в прокуратуру. Юристы администрации Бахчисарая усматривают в этих действиях превышение должностных полномочий, что в соответствии с действующим законодательством является в том числе и уголовно наказуемым деянием. Надеемся, что правоохранительные органы поставят в этом плане точку. Отставку Маринских депутаты приняли абсолютным большинством и тут же вынесли на голосование новую кандидатуру председателя совета. Орган не может оставаться обезглавленным. Единственный кандидат Юрий Гуляев. Объявлен перерыв. Спустя 10 минут – голосование. Результат – 13 из 22 бюллетеней «за». Новый глава принимает присягу и добавляет реплику лично от себя. «Обещаю всем депутатам, которые на сегодняшний день у нас были здесь, какие-то неприятные отношения друг к другу, политические партии. Я постараюсь все эти вопросы касаются депутатов и всех жителей нашего города ко всем относиться по совести и самоладно по закону». 13 голосов из 22 – результат не самый лучший. 8 бюллетеней депутаты просто испортили, перечеркивали или писали на них от себя тину. Тем не менее, новый законный глава Бахчисарая твердо намерен навести порядок в городе и разрешить существующие конфликты. Александр Губарев, Андрей Трещук. Время новостей. Бахчисарай. При разборе завалов в Луганской Народной Республике обнаружен склад оружия из США. Парламент Греции одобрил второй пакет реформ, который требуют международные кредиторы. Ну а в Белоруссии Жерар де Портье косил траву на территории резиденции Александра Лукашенко. Наш выпуск продолжает международный обзор. Этой ночью с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз» с тремя космонавтами на борту. Уже через несколько минут после старта пришли тревожные сообщения. Не сработала панель одной из солнечных батарей. Однако в Роскосмосе поспешили успокоить. Второй батареи достаточно, чтобы обеспечить корабль энергией, и космонавтам ничто не угрожает. Экипаж составили россиянин Олег Каноненко, американец Чел Лингрен и японец Кимия Юи. Участники экспедиции чувствуют себя хорошо. Планируемая продолжительность полета команды более 160 суток. При разборе завала в аэропорту Луганска в прошлом году, находившегося некоторое время под контролем киевских силовиков, был обнаружен склад оружия и боеприпасы из США. На кадрах оперативной съемки Луганского телевидения саперы в подземном бункере проводят осмотр ящиков, предположительно с маркировкой Департамента обороны США. В некоторых находятся переносные зенитно-ракетные комплексы. По предположению Следственного комитета Генпрокуратуры ЛНР, это американский ПЗРК «Стингер». Оружие направлено на экспертизу, проверяются серийные номера. Арсенал появился в бункере год назад. В мае терминал занимали боевики Нацгвардии. Парламент Греции принял второй пакет законов, необходимых для начала переговоров с кредиторами о выделении стране финансовой помощи. Депутаты одобрили правила реструктуризации банков и ужесточили порядок конфискации заложенного имущества. Был упрощен ряд судебных процедур. Согласованная 13 июля программа поддержки предполагает выделение афинам трехлетнего кредита в размере 86 миллиардов евро в обмен на ведение режима жесткой экономии. Кредиторы требуют провести приватизацию госсобственности на 50 миллиардов евро. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с известным актером Жераром де Пардье и традиционно пригласил его покосить траву на территории резиденции. В неформальной обстановке они побеседовали на темы поддержки сельского хозяйства и о развитии технологий по выращиванию экологически чистых продуктов питания. Затронули также проекты сотрудничества в области культуры и искусства. Де Пардье в Белоруссии понравилось. Больше всего изумила красота женщин и природы. Возить гостей на покос – традиция главы Белоруссии. Ранее вместе с президентом Лукашенко траву косил местный олигарх Чиж, глава Национального банка страны Павел Калаур и министр спорта Белоруссии Александр Шамко. Индустриальные парки – понятие для Крыма новое, хотя на самом деле это не что иное, как знакомая всем промышленная зона. Включает она в себя различные направления деятельности – от производства и переработки до складирования и хранения. Уже в 2017 году на полуострове должно начаться строительство трех индустриальных парков – Бахчисарайского, Евпаторийского и Феодосийского. Из шести предложенных вариантов именно эти попали в федеральную целевую программу. Уложится ли республика в сроки, отведенные для проектирования и начала строительства крупнейших объектов, знает Алексей Щербак. Сроки на реализацию проекта отведены сжатые. В течение 2016 года должна быть полностью подготовлена проектно-техническая документация. Ведь уже в 2017-м стартуют строительные работы по обустройству площадок индустриальных парков. Срыв этих сроков грозит победителям конкурса «Потери финансирования» по федеральной целевой программе. Пока, по словам министра промполитики Крыма Андрея Скрынника, все идет строго по графику. Безусловно, есть вопросы по земельной и градостроительной документации. Безусловно, есть вопросы по вынесению границ в натуре, это в частности Бахчатарай, и утверждение генерального плана, соответственно, города. Но уверен, что действительно эти вопросы будут решены в срок. И мы здесь не сорвем ни этапов, соответственно, утверждения документации, ни этапов финансирования. Феодосия выделила под индустриальный парк 120 гектаров территории, но готова к расширению. Мы говорим сегодня о том, сколько будет денег выделено. Мы доработаем концепцию. 120, возможно, это будет 130, ну, это 140. То есть, с нашей стороны, вся возможная поддержка в этом вопросе имеется. Главный вопрос от тех, кто уже оформил землеотвод под индустриальный парк. Какие суммы будут выделяться по целевой программе? На создание трех индустриальных парков по линии ФЦП предусмотрено 4,5 миллиарда рублей. Сумма беспрецедентная для субъектов федерации. Так что Крым в этом плане находится в привилегированном положении. Минус – в отсутствии опыта по созданию таких объектов. То есть, для вас это фактически работа с нуля. Соответственно, ускориться надо в том плане, что денежные средства ФЦП предусмотрены уже начиная с 2016 года. Соответственно, все необходимые действия, а тем более уже обоснования для бюджетного цикла следующего года, они должны быть сделаны до конца года. Вот в этом плане пожелание ускориться. Исключительно госбюджетным финансированием Крым ограничиваться не намерен. Три площадки, не попавшие в федеральную программу, планируется предложить частным инвесторам. Алексей Щербак, Александр Тягнеридно. Время новостей. Россельхознадзор предотвратил ввоз на территорию Крыма партии опасных твердых и плавленных сыров с Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. При проведении документального и лабораторного контроля груза было выявлено нарушение ветеринарно-санитарных требований. Ввиду явной опасности продуктов, партия сыров была запрещена к возу на полуостров и возвращена на территорию соседнего государства. Уровень преступности на полуострове значительно снизился, заявил на коллегии МВД Сергей Аксенов. Глава Крыма подчеркнул, что в этом большая заслуга сотрудников полиции. Что же касается уровня раскрываемости преступлений, то для его дальнейшего повышения общественность и власть будут тесно сотрудничать с правоохранителями. Коллектив МВД по республике Крым показал себя действительно как слаженная боевая команда, выполняет все задачи. Сегодня президент Российской Федерации, министр внутренних дел Российской Федерации и органы власти будут оказывать содействие МВД по всем направлениям, без исключения. Будущих прокуроров и юристов в Крыму стало больше на несколько десятков человек. Свой выпускной навсегда запомнят бакалавры Крымского юридического института при Академии Генеральной прокуратуры России. Ведь в профессиональный путь их напутствовали не только преподаватели, но и члены правительства. Это первый выпуск федерального вуза в Крыму, который уже может похвастаться максимальным количеством отличников. 21 из 182 студентов. Это люди, которые будут находиться, мы просто уверены на рубежах нашей отчизны, потому что все начинается с права, начинается с правосудия. Поэтому ребята очень талантливые, поэтому приехали поддержать, сказать напутственное слово и пожелать это удачи. Второй части все-таки быть. Автор фильма «Крым. Путь на родину» Андрей Кондрашов, посетивший полуостров, подтвердил, продолжение обязательно будет, пусть и немного с другой идеей. А в планах еще один фильм. На этот раз по мотивам украинской политической ситуации. В первоначальный вариант фильма «Крым. Путь на родину» не вошло около 400 часов материала. По сути, можно создать новую историю с другими действующими лицами. Если изначально Кондрашов хотел объяснить только, как Крым возвращался, то в дальнейшем собирается рассказать, как полуостров на родине обосновался. Я хочу, чтобы это был сигнал к съемкам этого фильма, был уже не изнутри нашей редакции, а именно из Крыма. Покажите, пожалуйста, нас, как мы изменились. Помните, мы с вами встречались пять лет назад. Вот теперь покажите, какие мы стали. Я хочу, чтобы сигнал, побуждающий к съемкам этого фильма, происходил отсюда. За полтора года на полуострове многое изменилось. Но самое главное, россияне теперь приезжают сюда, как в собственный дом после ремонта. Ну или в процессе. Если будет что-то плохо, самому будет за это стыдно. Очень хочется, чтобы Крым вместе с великим психологическим переломом, с этой огромной победой в душе, ощутил перемены к лучшему просто в обыкновенной жизни. Когда-нибудь Кондрашов надеется снять историю о возвращении на родину и Украины, а главными героями в ней должны стать руководители соседнего государства. Все мы мечтаем об одном. Да, о том, чтобы Украина действительно проснулась однажды, посмотрела на себя в зеркало, сказала сама себе, что-то как-то вот перебрали мы вчера. Аж голова сегодня болит. Да, прошло, чтобы это похмелье. Похмелье-то будет тяжелое, как ни крути. Завершили беседу все же на мажорной ноте. Автор, пустив шутку, попросил прощения у всех, кто не обнаружил себя в первом фильме и пообещал, что рано или поздно мир увидит весь отснятый материал. Виталий Попач, Александр Тегнеридно. Время новостей. Кайтсерфинг – зрелищный, модный и вполне статусный вид водного спорта. Спортсмены со всех регионов страны съехались в Крым, чтобы показать здесь свое мастерство. Кроме профессионалов, на побережье находятся и те, кто пока только мечтает научиться скользить по воде. Подробнее о морских развлечениях в нашем следующем видеоматериале. На пляж кайтсерферы идут не за бронзовым загаром. Солнце и море на Крымском песчаном пляже для них – вещи второстепенные. Основное условие отдыха – ветер. На пояс спортсмену надевается трапеция, к которой прикреплена контрольная планка. Подтягивая ее за края, управляют змеем. Подул ветер и можно накачивать кайт. «Сначала нужно управлять кайтом, потом делать правильный мак, создавать эту тягу. А уже потом координировать кайт и доску, чтобы это все было в одном, в лаконе, чтобы это все не разъезжалось в разные стороны». Западный Крым – последняя по-хорошему дикая часть полуострова. Степь, чистое море и уникальная роза ветров привлекают сюда спортсменов со всей России. В ветреную погоду купола кайтов закрывают небо над бухтой. Сразу и не поймешь, бразильский это пляж или крымский. «Дует-то непостоянно, поэтому сидишь и ждешь, пытаешься заняться какими-то своими делами. Ну, в целом, тут ветровая статистика в этом районе хорошая, потому что суша прогревается, начинаются термальные ветра поддувать». В Петербуржец Виталий заниматься экстремальными видами спорта начал после поездки на Бали. Там он освоил не только обычный серфинг, но и серфинг под парусом. Узнав, что в Крыму есть специальные школы, не раздумывая, взял отпуск и уехал на полуостров. Помогают в учении специальные инструкторы. «Может научиться азам. Просто много заниматься нельзя. Можно заниматься два-три часа в день. Если больше, то человек начинает изматываться и делать ошибки, ронять, бить кайты. От себя планку». Учиться приезжает в основном молодежь и любители здорового образа жизни. Первоначальный курс укладывается в несколько ветреных дней. После чего ученик сможет красиво разрезать водную гладь на глазах у загорающих на пляже туристов. Самое сложное и главное условие этого вида спорта – научиться управлять крылом. Одно неловкое движение и вместо серфинга получится дайвинг. Олег Крючков, Дарья Коширина. Время новостей. Черноморский район. И пока это все новости к данному часу. Ну а мы не прощаемся с вами. Продолжаем следить за развитием событий на полуострове.